Привет, друзья! У этой актрисы очень непростая судьба, поэтому она стала знаменитой только благодаря исключительной силе воли и мужественному характеру. Ольга Остраумова всегда воплощала на экране колоритных персонажей, несгибаемых и сильных духом. Именно за это она получила любовь миллионов зрителей, которые ждут от актрисы новых интересных работ. Прославилась Ольга Остраумова после премьеры фильма «Доживем до понедельника», а потом закрепила свой успех в картине о Зоре «Здесь тихие». Родилась Ольга Остраумова 21 сентября 1947 года в маленьком городишке Бугуруслан, недалеко от Оренбурга. Семья девочки была большая и очень дружная. У Ольги было две сестры, Рая и Люда и брат Георгий. Их дом располагался недалеко от церкви, в нем было тепло и по-домашнему уютно. Отца звали Михаил Алексеевич, он был учителем физики и занимал должность регента при церковном хоре. Несколько поколений мужчин этой семьи были священниками, дедушка Ольги тоже имел духовный сан. Мама была домохозяйкой. Ольга любила свой дом и семью и вынесла из детства только самые светлые воспоминания о том времени. Остраумова всю жизнь помнила совместные чаепития на небольшой, уютной веранде, игру духового оркестра по воскресеньям, семейные застолья, эти воспоминания поддерживали девушку в трудных жизненных ситуациях. Ольга хорошо училась в школе, была прилежным и послушным ребенком. Первый контакт с миром искусства произошел в 10-летнем возрасте. Мама повела девочек в театр на постановку с участием своей подруги. Девочка была по-настоящему счастлива, и это ощущение праздника в душе осталось у нее на долгие годы. Она выбрала Гитис и была твердо уверена, что у нее все получится. В дорогу мама дала дочери свежеиспеченные пирожки и свое благословение. Никто даже и не предполагал, настолько важным оно будет для девушки, ведь ей предстояло преодолеть очень трудный путь к своей мечте. Ольга впервые оказалась в большом городе, чужом и незнакомом, где не было ни одного родного человека. Она еле нашла институт, в который попала лишь под вечер и чуть не опоздала на прослушивание. Остроумова успешно сдала все экзамены, хоть это было очень непросто. Ее приняли с первой попытки и зачислили на курс Квронской. Когда она училась на третьем курсе, состоялся ее кинодебют. Ей досталась роль школьницы, первой красавицы класса Риты Черкасовой, в фильме «Доживем до понедельника». Первая же работа оказалась успешной и принесла ей известность и узнаваемость, правда тогда она еще не понимала, как ей повезло с дебютным фильмом, это понимаешь только сейчас. А тогда даже и мысли о судьбе не возникало. Подумаешь, школьницу сыграла. Фильм я оценила лишь 15 лет спустя, когда включила телевизор и оказалось, что идет «Доживем до понедельника». Прежде я не хотела его смотреть, поскольку на первую свою работу смотреть невозможно. Всегда думаешь, что ты совсем не такая. Для начинающей актрисы впервые увидеть себя на экране – шок. Спустя 4 года Ольга Остраумова закрепила свой успех, сыграв одну из главных ролей в фильме о «Зоре» «Здесь тихие». Правда и на этот раз, она изначально не верила в успех этой работы. Я и моя будущая героиня были несопоставимы. У Ростоцкого было свое видение Жени. Я никак не вписывалась в эту роль. Получила сценарий, отложила в долгий ящик. На тот момент она была полностью сосредоточена на работе в театре, а кинематограф вообще не считала истинным искусством. Позже она изменила свое решение и не пожалела об этом. В 1973 году этот фильм стал лидером проката, его посмотрели 66 миллионов зрителей. Кинокритики высоко оценили работу Остраумовой, и режиссеры засыпали ее новыми предложениями. Правда, большинство из них были однотипными, ее видели в том же образе Женьки Камельковой. Опасаясь навсегда стать заложницей этой роли, актриса отказывалась от этих предложений. Только через два года Остраумова дала согласие сыграть главную роль в фильме «Любовь земная» и еще через три в его продолжении «Судьба». Обе ленты были награждены госпремией СССР. Яркой работой Остраумовой в кино стала и ее роль профессорской дочки Марины в фильме Эльдара Рязанова «Гараж». На съемочную площадку актриса попала благодаря счастливой случайности, она пришла к Эльдару Рязанову с просьбой помочь устроить ребенка в детский сад, а в результате получила роль. Также случайно попал в этот фильм и Валентин Гафт в роли председателя гаражного кооператива режиссер, видел Александра Ширвинта, но его не отпустили из театра на съемки, Илья Ахиджакова посоветовала Рязанову обратить внимание на Гафта. Так они с Остраумовой встретились на съемочной площадке, а спустя 17 лет стали мужем и женой. Гафт признавался, что чувства Кольги появились у него еще тогда. На тот момент актриса была замужем. Ее первый студенческий брак распался очень быстро, после того, как супруг после распределения в ВУЗе попал в театр в Ашхабаде, а она – в московский ТЮЗ. Вскоре она вышла замуж во второй раз за молодого режиссера и писателя Михаила Левитина. У них родились дочь и сын, которых назвали в честь родителей. О своей супруге режиссер говорил, в жене я нашел идеал, холодный внешне, но страстный внутри. Она женщина честная и чистая, хотя и с некоторой никому не нужной назидательностью. Семейную жизнь нельзя было назвать счастливой. Левитин не верил в институт брака и не хранил верность супруге. Остраумова боготворила мужа, считала его гением и на протяжении 23 лет пыталась мириться с тем, что семья никогда не была для него на первом плане. Но когда Остраумова узнала о его постоянных изменах, ее терпению пришел конец. Она сама подала на развод в качестве причины, указав безудержную любовь мужа к свободе. В одном из интервью актриса призналась, что ее любовь к Левитину не прошла, а разбилась. Она называла его жильцом, а не мужем, по той причине, что он уделял семье слишком мало внимания. Она так и не смогла его простить, понимаете, я дана была ему полностью, всю свою жизнь починила ему. У меня личного ничего не было, только все его. И это разрубить было очень страшно. Но я прожила, пережила, понимаете. Да, он отец моих детей. Но иметь дела с ним я не хочу. Там все было. Не то, что просто измена, разные предательства. Очень много было всего. Остраумова очень тяжело переживала их расставание, о чем позже рассказывала, я была в шоковом состоянии. Все, во что я верила, рухнула. Могла запросто покончить с собой. Спасли меня дети. Ради них я держалась и делала вид, что все нормально. Я приготовилась к одиночеству, никого не искала. Но судьба непредсказуема. Однажды на корпоративной вечеринке актриса встретилась с Валентином Гафтом. Ему было уже 60, он был трижды разведен, но оба вскоре поняли, что это был счастливый шанс, подаренный судьбой. Эта поздняя любовь словно стала наградой за те испытания и разочарования, которые пришлось пережить им обоим. Она снова связала свою судьбу с гением, но на этот раз все было совсем по-другому. С тех пор они не расставались. Остраумова не только сумела облагородить быт, но и когда понадобилась, нашла лучших докторов для мужа. Своевременное лечение и домашний уход помогли продлить артисту жизнь, о чем он всегда упоминал в интервью. Сама Ольга Михайловна следит за здоровьем. Но в 2017 году она была госпитализирована в клинику с сердечным приступом. 12 декабря 2020 года Ольга Михайловна овдовела, Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет. За три месяца до этого вышла передача «Привет, Андрей», посвященная супружеской паре. В студии актриса присутствовала без мужа, который на тот момент находился на лечении. Дочь пошла по стопам матери, получила актерское образование, сегодня выходит на сцену театра «Эрмитаж», художественным руководителем которого является ее отец. Там же режиссером и актером служит младший брат Ольги Михаил. Дети подарили Ольге Михайловне троих внуков. В семье дочери воспитывается сын Захар, у сына подрастают две дочери, Полина и Фаина. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.